Здравствуйте, дорогие друзья! Вот он ваш долгожданный выпуск про бурселин. Я решил больше не откладывать этот выпуск ни на минуту, поэтому вот снимаем на ходу в кафе практически. Но надеюсь, картинка и звук получатся более-менее нормальными. Пишите вам, как такой формат, как вам картинка, как вам звук. Терпимо ли это? Ну, на самом деле, я сегодня говорить буду недолго, так как за меня прочтет моя новая ассистентка. Сейчас вы ее скоро услышите. Мы будем разговаривать о бурселине и будем разговаривать об исследованиях. Поэтому исследования, озвученные вы услышите выше. А в конце я вам озвучу самый важный практический момент по применению бурселина. А сейчас, дорогие друзья, давайте послушаем исследования, на которые мы будем упираться. И, соответственно, исследования, на которых базируется вся моя теоретическая база о бурселине. Также напоминаю, что я фактически вот уже в августе исполнится третий год. Я сел, посчитал, посмотрел, как я сам использую бурселин, сам лично, периодически. И как я его использую на своих пациентах. Поэтому все заявления о том, что это вредно, неэффективно, что-то еще, могут идти лесом. Потому что это доказано на ПАП-меде американскими врачами. Это доказано мной лично и огромным количеством моих пациентов, которых я даже снимаю в видеороликах. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да пребудут с вами исследования. Поехали. А если коротко, то тут все, о чем мы вам рассказывали. Бурселин, в отличие от многих других источников, тут применяться назально. Результаты. Рост. ЛГФСГ. Срок применения бурселина 3 месяца, что весьма соответствует среднестатистическому продолжительности ПКТ. Для любителей читать в оригинале все ссылки будут приложены внизу в описании видеоролика. Обращаем ваше внимание, что также препарат применялся на детях и давал положительные результаты. Опять же, все ссылки на ПАП-мед в описании к видеоролику. Есть данные, указывающие, что мужчины с идиопатическим бесплодием, страдающие гормональным дефицитом, этим мужчинам может быть полезна дополнительная гормональная терапия. Целью данного исследования была оценка безопасности и эффективности ежедневной интраназальной терапии. Бурселином у мужчин с идиопатическим бесплодием. Был проведен тест на стимуляцию бурселином, чтобы возможно выявить подгруппу респондентов. Бесплодным мужчинам предлагалось участвовать в этом исследовании, если у них была выявлена тяжелая олигоспермия. По результатам двух анализов спермы отсутствовала устраняемая причина их бесплодия, включая варикоцели, эндокринопатию, аномальные уровни ГСПГ, крипторхизм, непроходимость половых путей или инфекция. И в настоящее время они не были заинтересованы во вспомогательной репродукции. Мы провели полное обследование, которое включало сбор анамнеза и физикальное обследование мужчин. Все мужчины предоставили образец крови для анализа, чтобы измерить их базовые уровни гормонов ФСГ, ЛГ, СТГ, ТТГ. Тест на стимуляцию бурселином проводили следующим образом. Мы измерили уровни сывороточного гонодотропина, ФСГ, ЛГ, да и через 30, 60 и 120 минут после интраназального введения бурселина, стомики гей, бусерелина ацетата. Внутренний наблюдательный совет Университета Торонто одобрил протокол, и добровольцы и их партнеры были полностью проинформированы устно и письменно. Письменное согласие было получено. Мужчины самостоятельно вводили 100 мм КА бусерелина ацетата интраназально, ежедневно, в течение треки месяцев. Мы выбрали дозировку стомика, основываясь на обнаружении, что в нашей популяции бесплодных мужчин с варикоцеле N-60, неопубликованное наблюдение, эта доза может стимулировать среднее повышение ФСГ на 30% и ЛГ на 80% через 30 минут после введения бурселина. Частота введения ежедневно была выбрана на основе предыдущего отчета, в котором предполагалась эффективность этого частотного режима. Парам было рекомендовано вступать в незащищенный половой акт в период лечения. Партнеров просили сдать образец крови для измерения уровня ХГЧ в сыворотке крови, если у них была аминорея более 6 недель. В конце периода лечения были проведены два повторных анализа спермы, которые сравнивались с образцами спермы, взятыми до лечения. Различия в параметрах спермы до и после лечения и сравнение подгрупп на основе реакции пациентов на терапию стимуляции. Бурселином оценивались с помощью соответствующих параметрических и непараметрических тестов. Общее количество подвижных клеток определяли как концентрация сперматозоидов, х процент подвижности сперматозоидов и х объем спермы. 100. Мы считали, что значения P005 являются статистически значимыми. Ни один из мужчин не сообщил о каких-либо побочных эффектах от применения интраназального лечения бусерелина ацетатом. В целом, параметры спермы существенно слабо выросли после терапии бурселином по сравнению с исходным уровнем. Специальный анализ показал, что у 10 мужчин не было изменений или ухудшения параметров спермы, тогда как у 9 показатели спермы улучшились. Когда эти две группы сравнивали по их реакции на терапию стимуляции бурселином, у мужчин с улучшенными параметрами спермы было значительно. Более высокое среднее повышение уровня ФСГ за 30 минут по сравнению с исходным уровнем, по сравнению с группой, с плохим исходом. Одна спонтанная клиническая, продолжающаяся беременность наступила у партнерши мужчины с самым высоким уровнем ФСГ. Среднее повышение уровня ФСГ через 30 минут после лечения стимуляции бурселином у мужчин с улучшенным общим количеством подвижных элементов в 1,5 раз превышала исходный уровень. Используя это значение в качестве предельного для разделения всей исследуемой популяции на две группы, параметры спермы были проанализированы повторно. В группе с повышением уровня ФСГ в окатом 5 раз от исходного уровня после лечения наблюдалось значительное увеличение подвижности сперматозоидов и общего количества подвижных элементов. Виктор Д.В. Чоу, доктор медицинских наук. Кит А. Ярви, доктор медицинских наук. Мартин Бокспан, доктор медицинских наук. Тереза Барри-Лонгли, Рен, Арман Дзини, доктор медицинских наук. Если вы внимательно слушали, то заметили, что спермограмма не идеально восстанавливалась при монотерапии бурселином, поэтому, замечу, для качественного восстановления всех гормональных процессов требуется индивидуальный подход с учетом анамнеза пациента. А так принципы очередования бурселина не только с медицинскими препаратами, но и вспомогательными, биологически активными добавками, такими как, например, трибистан. В некоторых случаях возможно чередование бурселина и кламифена для обеспечения более выраженного подъема ФСГ. Итак, дорогие друзья, в оконцове я приведу выводы, которые мы должны умозаключить из исследований, из данного выпуска, и самые главные выводы, которые помогут вам пользоваться бурселином. Бурселин связывается с рецепторами ганада-релизинг гормона, который стимулирует фолликулостимулирующий и лютонизирующий гормон, их выделение, которые, в свою очередь, и будут запускать яички. Если назначать его в малой дозе и ненадолго, то рецепторы стимулируют, и, соответственно, тестостерон растет. Если дать его в большой дозе, то рецепторы, наоборот, выключаются. И все репродуктивные функции вместе с ними. В официальной медицине препарат как раз используют большими дозами Прей 900 микрограмм. Обычно данная дозировка используется сутки несколько раз с целью подавления секреции половых стероидов при гормонально зависимых опухолях, при подготовке к ЭКО и некоторых других событий, которые, так или иначе, должны влиять на подавление функций гипофиза. В нашем случае, как вы услышали из данных исследований, ссылочку на исследование на ПАПМЕД, я предлагаю все, что вы услышали, соответственно, также вы можете сами прочитать на официальном сайте ПАПМЕДа. Также есть исследования по таким же маленьким дозировкам использования на детях бурселина. И то же самое исследование я прилагаю, можете почитать. Также, соответственно, дополнительно прилагаю исследования о том, как западные врачи относятся к бурселину. То есть сейчас его рассматривают как основное передовое следство для лечения, соответственно, различного генеза заболеваний, связанных с репродуктивной функцией. Поэтому все это интересно, это можно изучать. И не стоит к бурселину относиться как только к средству дифференцированного подавления функции гипофиза. Еще раз, в маленьких дозировках он, наоборот, стимулирует гипофизарные гормоны. Следующий выпуск я хочу снять, опять же, если я увижу вашу такую же активность, как от бурселина. Я, может быть, объясню, чем, соответственно, удобнее его применение, в отличие от гонадотропина. Но, на мой взгляд, наверное, здесь разница не такая большая в, так скажем, теоретическом плане, разница больше в практическом, что спрей удобней и на данный момент спрей в странах СНГ и России доступней. И дешевле. Вот примерно так, дорогие друзья. Пишите ваши вопросы в комментариях. Еще раз напоминаю, все, что было произнесено про бурселин, про бурселин, это не мое мнение, это результаты исследований, причем не одного какого-то порядка. Я зачитал самое простое, соответственно, есть расширенная его версия на Папнеде, можете посмотреть. С вами был Кравцов Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!